А где ваша сестра? Ефросиня? Да, Ефросиня. Она на работе. Ефросиня Андреевна. И, получается, и старшая тоже, да, там же, на работе? У нас что, старшая, не хочет. Да? Нет. У тебя что, как работаешь? Ну, сейчас теперь не выйдет. У тебя сейчас все закачивается. У нас один из интернет-сотружеств, Довенко Андрей, по-моему, закончил эту службу 21 месяц служил. У тебя тоже? А, Иван Пусков. Ничего себе, да, Довенко. Это год и восемь месяц. Это год и восемь месяц. Довенко работает. Да ему и сама нравится в деревне, наверное, да? Ну, не хочет. Год и девять месяц. Я бы тоже девять месяц. Год и девять, да? Год и девять. Особенно сейчас, когда там ТИИ. Получается, 21. Огороды или нет? Вот он закончил, ему выдали военный билет. Сфотографировали. С красным? Красным. Да, красным. Нам со справкой, по-моему, должны, как мне объяснил этот мой коллега, который тоже, также, по АДС идет, что нам выдадут красный диплом, но вот со справкой, что мы прошли именно альтернативы. А это, ты прически вот такие вот любишь, чтобы тебя побольше выловили, да? Нет, я сегодня стричься поеду. Ага. Правильно сделаешь. У меня все говорят, подстригись, подстригись. Я сам себе стригу. Вы же лет. А вы подстригитесь. Ага. У меня после бали они начинают кушиться и кудреться. Ты вот здесь вот так виски чуть-чуть вот так. Я каждый раз так делаю. Они у меня очень быстро отрастают здесь. Да, я поэтому тут под ноль делаю. Пейси, пейси. Пейси, да. Пейси могут. Пейси. Пейси, да. Куда хочешь? Сейчас. А то ты меня составляешь там по кругу. Ты специально? Спаси Христал. Ты человеколюбивая. Правда на любви. Что-то нас мало вообще. Сегодня вообще-то собрание. Ну что, все, кто хотел, зашли. Давайте, братья, помолимся. И живи везде сын, и вся исполняет сокровища благих. И в жизни подателю прииди, селися вны, и очистины от всяких скверны. И спаси, блажен души наши. Отец Наш Небесный, благослови наше собрание, и мы все направим к Горнему. Тебе слава за все, Отечественный Святой Дух. Аминь. Сегодня отчетно-перевыборное собрание. Заходите все сюда. Отчетно-перевыборное. А какое? Отчетно-перевыборное. Отчетно-перевыборное все-таки. Не надо же дядя Игорем спорить. Мы же будем переизбирать, да? Ну вот так. Ну вот, мы тебя специально не переизбираем, потому что ты молодежь, упорная. С этими мужиками спорить надо все время. Так, тихо, все, все, тихо. Вы будете вести собрание или мне вести? Как вам комфортно? Тихо, тихо, братья. Скажи, чтобы дальше не там еще. Ее у Лариса звонит. Ну, они. Так, у нас 10 вопросов. Повестка из 10 вопросов. Отчет о проделанной работе старосты общины за отчетный период за три года. Выборы старосты общины на следующие три года. Отчет о проделанной работе старшей сестры, сестричества, казначей, секретаря, выборы их. Отчет о проделанной работе церковно-приходского совета и их выборы. Отчет о проделанной работе исполнителей и наблюдателей и их выборы. Отчет и выборы ревизионной комиссии. Первый вопрос. Перерегистрация членов общины. Как всегда, я сейчас буду перечислять членов нашей общины. Алфимова Людмила Степановна отсутствует по состоянию здоровья. Барабаш Ксения Георгиевна здесь. Ксения Константиновна. Ой, извините. Константиновна, конечно, Константиновна. Барышникова Валентина Алексеевна. Сегодня отсутствует. Бауэр Эдуард Викторович, брат Севастьян. Борисова Валентина Павловна здесь. Брыдкова Львовь Петровна отсутствует по состоянию здоровья. Владыщук Елена Александровна здесь. Головач Андрей Головач Дадья здесь. Гончарука Александра Михайловна здесь. Дмуха Калерия Константиновна здесь. Дмуха Константин Георгиевич. Да, здесь Дмуха Надежда Александровна здесь. Дробот Енафа Андреевна отсутствует. У нее там график. Дробот Ефросинья Андреевна. Я в обзоре. Дробот Иоанн Андреевич. Здесь Дробот Местор Андреевич. Здесь Дебунов Игорь Владимирович. Здесь Дебунова Марина Динательна. Загуляев Алексей Викторович. Он в деревне, да, я так понимаю. Загуляева Наталья Валентиновна. Зверевна Маргарита Александровна здесь. Капустина Татьяна Кузьминишна здесь. Кориковцев Михаил Петрович здесь. Кудрявцева Галина Николаевна здесь. Лапкин Игнатий Тихонович. Лапкина Надежда Васильевна здесь. Пащенко Владимир Александрович здесь. Петеримов Виктор Анатольевич здесь. Петеримова Алифтина Пантелеевна. Здесь. Петеримова Лариса Ильинична. Политыкина Елена Валерьевна здесь. Польгуева Николая Надежда отсутствует по состоянию здоровья. Попов Вадим Викторович. Я так понимаю, тоже он по состоянию здоровья отсутствует сегодня. Попова Надежда Андреевна здесь. Купков Сергей Палчий отсутствует по состоянию здоровья. Сироткина отсутствует по состоянию здоровья. Опять у него. Сокольских. Командировки. Надави, побежав родину. Патеева Любовь Николаевна здесь. Сын Гаева Татьяна Александровна отсутствует по состоянию здоровья. Шубина Дуя Николаевна здесь. Яков Людвиг Виктор Андреевич. Я так понимаю, что он будет. Симпозиум Красноярский. Батюшка, а вы протеерей, вы возглавляете все это. Без вас бы тут ничего и не было. Следующий вопрос. Отчет о проделанной работе старосты общины за отчетный период, то есть три года. Говори. Да. Все, что входит в обязанности, выполнено здание, есть обогревается. Батюшка одет. Что необходимо? Просто репикусы. То есть мои обязанности входят во внешнем только здесь. Но мы смотрим и за внутренним. Вот сейчас просят, допустим, дать, как рекомендацию, призывая человека. Мы наблюдаем за этим. Сделали. А батюшка как предчувствовал, что он мало такой-то человек ходит. А теперь его нету, вообще нету, совершенно нету. В снимках показывают, уже все снято, и один гребень над головой. Мирской человек встал. И поэтому надо прислушаться, что священник говорит. И справку эту об альтернативной особой службе, то есть идти и оружие не брать, нужно за год, или там сколько сегодня, за полгода передавать. А в Беларуси за 10 дней. Так что по этим справкам надо вовремя делать. У нас есть, которых взяли, я просто долбил сколько раз, а теперь взяли, не спрашивают. Оружие в руки, иди. Там расскажут тебе, как тебе веровать в Бога. Вот все. Мы такую справку выдать не можем. Ни у кого нет этой полномагии. Мы должны выдать справку, что он является членом нашей общины. А то, что дача, это он сам должен свидетельствовать, что он это. Я зачем буду за него говорить. Я только выдаю справку, что он член нашей общины был. Все. А дача его уже убеждение, как он будет. А я даю справки писать, чтобы он не брал там оружие и прочее. Нет, мне это написать. Не состоит он под судом. Какую справку тебе выдают об этом? Ну, что он не просто чистится, а он христианин, который является членом общины. Я такую справку и выдаю. Он является членом нашей общины. Все. Больше ничего. Ну что он не под судом. Каким под судом? Под прещениями называется. Я сказал, Дашка, ходите. Под эпитемьей не состоит. Под об судом. Опять же, даже эпитемья она не исключает из членов общины. Она не делает человека не христианин. Ну да, действительно. Здесь мои-то справки, что если я пацану, то я куда-то пришел в храм, допустим. Я не могу там послужить или что-то, где помолиться. Это там нужно. А это нет. Мы выдаем, что был он, что он является членом нашей общины. Все. Да, что же это зависит от него. Его в какое духовное состояние, какое убеждение. Проходи. Там в этом это... Проходи, да и все. Я поручаться даже по... Спокойно-то в киди. Канонам я не могу поручаться за него или за кого-то поручаться. Я ручаюсь за него, что так... Я не могу этого делать. Мне запрещено даже это. Канонически за кого-то поручаться. Я не о поручительстве сказал, сейчас скажу только. Обо мне спросила линия, там такая в Москве есть, организация. Архиерей написал, под судом не состоит, нарушений не исчезнится, все. Вот это-то можно сказать? Это свиннослужителю, но и не это. Какой, под каким, что он не под каким, что он не... Мы не выдаем справки, что он не состоит под судом. Мы выдаем справку, что он является членом общины и что... Он не состоит под епи-семьей, которая на него... И это вы не должны писать. При чем здесь епи-семья? Епи-семья не имеет никакого значения. Я на пи-семью, допустим, на месяц от причастия, что-то отлуче... Сказал не причащаться или полгода, там, год и все. Это не имеет... Какое к этому имеет отношение? Хорошо, это мы в рабочем порядке обсудим. А это не надо, это даже обсуждать. Я в этом не буду обсуждать. У нас сейчас идут выборы старосты общины. Ну, я думаю... Даже не могла бы не записывать. Нет, ну мы обязаны в протокол везде. Нет, нет, только в протокол. У нас одна на сегодня кандидатура. Лапкин Игнатий Тихонович. Пожалуйста, голосуем. Кто за? Да, демократия. Предлагайте предложение других книг. Хорошо, что он... Единогласно, я правильно понимаю? Да, конечно. Теперь отчет о проделанной работе старшей сестры и сестричества. Старшая сестра и сестричества у нас Друха Надежда Александровна. Ничего себе в ней в списке. Находство, жадко, внятно. Да, в течение прошедшего периода с сестрами общины проводилась работа по поддержанию чистоты, порядка. У нас ведется график уборок для того, чтобы обеспечить здесь благоприятные условия для проведения богослужений, занятий и собраний. Конкретно, что делалось здесь. Регулярная уборка помещений, небольшой ремонт, заменить клеенку, лампочку, что-то постирать полотенце. Вовремя менять здесь сестры. Все это у нас организовано. Кто за что отвечает. Вот. Там будет подготовка теплота для причастия, стирка дорожек, оказание необходимой помощи священнику по его поручениям, которые он поручает что-то там, купить масло для лампады или еще что-то. Все это мы делали. Братья помогают батюшки нашему. Они встречают, провожают. Спаси Христос. Вот. Посещение болящих на дому, в больнице. У нас основные болящие, которые требуют внимания, это Полигоевы. Полигоева Надежда Ивановна, Алфимова, Бродкова, Сиротина. Всех посещали, всех держим на контроле, на связи. Нужды всех стараемся выяснить и то, что требуется, помочь. Вот. Проводим субботники. Летом здесь стрижка травы. В этом году покрасили сестрами ворота, качелю. Посадили клумбу, поливали, пололи и так далее. Вот. Сестры у нас, вот сестра Марина Геннадьевна, проводят сбор средств на оплату коммунальных услуг. Там Любовь Николаевна со всем этим следит. Так, чтобы не было у нас ни долгов, ничего. Вот. На момент прошлого года в копилке оставалось 9 788 рублей. Общая сумма сборов пожертвований была за год 29 817, потрачено 37 849. На данный момент остаток 1756. Вот они у меня с собой. И сегодня мне передали по последнему акту, который вот они составили буквально в прошлый раз. Сегодня мне его просто передали, я его не включила, отчет там. 5 тысяч, по-моему, 136 тысяч рублей. Это то, что вытащили из копилки. То, что там почти за год копилось, 5 тысяч накопили целых. Вот. также у нас есть средства на болящих. Было получено 30 тысяч 14 марта. Потрачено на болящих. В основном это мы тратим на... помогаем надежды и ваннами, потому что там дорогостоящие лекарства, особенно после операции, не нужно было принимать. И расходники, насколько можем, тоже помогаем, периодически отвозим. Это памперсы, пеленки, специальные там мази. Это очень большой объем требуется всего. Вот. На данный момент остаток в кассе на болящих 3160 рублей. Вот. Выражаю искреннюю благодарность всем нашим сестрам, в том числе, конечно, и братьям, потому что труд весь совместный. Особую признательность у нас Михаил Петровичу, который трудится здесь в храме на всех фронтах. Вот. Любовь Николаевне, ну и, конечно, нашему иступнику Владимиру Александровичу Пащенко. Вот. Мы всем остальным сестрам, все, потому что участвуют и в уборках, и в сборах, и где что принести, постирать. Кто-то только стиркой занимается, кто-то еще чем-то. Поэтому все распределено, все функционирует. Спасибо, Христос. Мы должны выбрать на следующий год старшую сестру сестеричества. Какие есть предложения, батюшка? Выбирать не будем. Давайте пересберем, батюшка. Я уже два года потрудилась, пусть кто-нибудь теперь другой. Два года. Два года, какое-то число, это должно быть или три, или семь лет, это два года. Какие еще есть? Сестра на год избирается? Сестра избирается на год. Вот староста на три года, я на год. Какие еще есть? Вы, сестра, сестра считается правая рука батюшки. Ну, конечно. А я 46 лет, и не прошу меня переизбрать. А ты, я два года уже. Вы настоятель. Оставляем. Оставляем. Голосуем. Голосуем. Все за. С Богом. Костя, ты что руку не подняла? Я подняла. Подняла. Быстро. Чтобы она не увидела. А четко значея. Значея у нас Загуляева, Наталья Валентиновна. Так, ну что, отчетность у нас дается своевременно. Штрафов пений нет. Деятельность у нас нулевая. Расчетного счета нет. Сбор денег, который производится, это все лично по инициативе сестер, на личные же нужды общего. То есть на коммунальные услуги, на какие-то скатерки, веленки и прочее. То есть не согрешаем против закона? Нет. Слава Богу. Какие предложения? Оставить? Оставить. Оставить Валентиновну? Оставить ее. Голосуем. Кто за? Кто против, не надо говорить. Все за? Хорошо. Отвечу против. Так, теперь отчет секретаря. Вела текущую работу. Кстати, есть предложения на следующий счет по выбору секретаря Петербурга. Оставить. Мне, чтобы копию членов я взяла. Голосуем. Все за? За. Так, теперь следующие отчеты проделаны работой члена церковно-приходского совета. Ну, церковно-приходского и... Нет, братья всем беспокоитом. Хорошо. Братья всем. Да, он старше позвонил. Хорошо. У нас Совет ни разу не собирался с отсутствием повода для таких собраний. Ну, а какие-то основные вопросы решаются в нашем собрании. Так, ну вот мы должны избрать Церковно-приходской совет на следующий год. В прошлом году у нас Церковно-приходской совет состоял из... То есть две... у нас есть должности которые автоматически входят в Совет. Это староста общины, старшая сестра, сестерчество, казначей и секретарь. И батюшку возглавляют, естественно, как настоятель. И еще на Церковном-приходском совете в прошлом году состояли Вау Севастьян, Иванов Игорь Владимирович, Павел Фальгуев Николай Валентинович и Яковлев Виктор Андреевич. Ну, я думаю, что так как Николай сейчас занимается здоровьем, здоровой, жены, я думаю, его отпустить будет покаяннее. Вместо него я... Не обязательно. Можно не включать. Почему? Да, Севастьян? Достаточно будет трех. Да? Хватит. Ну, что скажет? Всего 80. Не помню, сейчас там по усталу. Сколько у нас там? Мы тогда с тобой разговаривали, ты говорил, что достаточно. Достаточно каких-то человек, но сколько. Сейчас нам нужно... А у вас какие-то предложения? Нет. Нет. Ну, вот, Бауэр, Добунов, Яковлев. В прежнем составе оставить. Николая Валентиновича. Ну, в случае, Вич, после как все же отстранили, потому что он еще, да, он... Как должность старости, я не сказал о том, какая нависла огромная опасность потерять храм наш. Потому что совещание, особая комиссия, созданная в городе, которая работает, и они вот так, начиная от этой, там, проспекты, где будут строить новые здания. Ну, появились рядом люди, которые все помогли. Перед этим, как будто чувствовали, что надо срощать. Вторая строительная мы там были, а надо, чтобы здесь были. Тогда не давали, говорят, да вам это не надо, разницы нету. А там, когда разломали здесь, ну, Львов Николаев, вот тут меня везде водила. Теперь называется не отдел вестиции, а министерство вестиции. И они выдали, что наша община здесь, она зарегистрирована, и везде прошли к мэру города, Франку, и везде получили справки. И в это время только они начинают оповещать, кто живет здесь. Ну, представлю, все это по интернету, ни с кем не встретиться. Уже вопрос практически решен. Вот они сейчас строят рядом здесь, два здания, и они насыпают огромные кучи, наверное, дом высотой уже, песок в воду, сталкивают, чтобы расширить поверхность. То есть, нам ничего нельзя сделать. Но, когда я поговорил с людьми, они говорят, бесполезно. Если они уже занесли в план, снесут, даже разговаривать не будут. Оказалось, все не так. Надо согласиться. А во-вторых, мы стали показывать, вот эти данные, что за это здание решение суда, и в конце, и обратном решении не подчеркнулся. Дальше, что мэр города писал? Мы все справки уже как будто знали, что это будет. И написано, нам пришел ответ, принято во внимание. То есть, это означает, к вам не прикоснемся. Но, молиться надо. Они рядом. Кран стоит, здесь работает. Все время, помните, мы здесь устроились очень хорошо. Все отремонтировано, все сделано. Ну, куда ни грянь. Ну, придумать даже нельзя, насколько у нас все одно к одному близко-то. Нынче ремонт дома сделали, и вот сейчас мы все еще сограду только восстановили. Это все ответ на молитву. Так, это немного. Теперь, когда батюшка где-то дает, когда спрашивают вот это, может, неправильно я или не так сказал, не поняли, не просто чистится. Любой, в общем-то, и нет никакой. Покровский собор. Да, он, он ходит, а он беспробудный пьяница. Теперь его берут туда, а он, не хочет идти туда, где не возвращаются. Нужно все-таки указать, замечаний нет, он, как христианин, не пропускает богослужения. Коротко, вот это показать, на тот момент, когда дается справка. Потому что на нее они там будут опираться. А там рядом сидит священник. Я уже разбирался это. И он говорит, а как же Александр Невский, а как же Сергий Радонский благословил пострябиваю там. И что? Вы должны ответы эти знать. Я перед, у нас справки, все дается там. Какая статья Конституции, как святые отвечали. Не заряжать, не подносить, окопы копать могу. На минное поле спасать раненого. У нас знакомый один, близкий, стал по интернету, Пруцков Иван. Ну ему все это сказали, он беспрекословно принял. И сейчас говорит, мне паспорт выдали, кончилось. Военный. Да, военный. И теперь военный-то. И он ездил с больными. Что делать-то, говорит, другой, который врач едет, а другой раз нету. Ты научись, что делать-то. Это же внешне только. Только снять боль или перетянуть это. Вернулся с хорошим свидетельством. Не нарушил закон, и он уже дома. Благодарение Богу за этого Ивана. Мне хочется, чтобы наши Иваны, когда идут туда, они были там светом. Не просто я верующий, а чтобы ты знал Слово Божие. Что интересно, Новые Заветы запретили раздавать, которые дают. Потому что там есть 13.10 Откровения. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто убивает мечом, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Вот этот стих они прям выковыривают оттуда. Но ты должен сказать, я не могу убрать ни одной буквы, если туда будете. Чтобы не подвели ни батюшку, ни звание главного христианина. За вас ходатайствует, вы знаете, кто издалека. Ваши близкие, знакомые. Все время звать, но и сам он не здесь. Поэтому справки все-таки нужно указать, что не пропускают. Знаем их с детства. Нарушений никаких таких не было. Видно было, что мы серьезно относимся к нему. Все. Бося Христос. Слава Христу. Следующий. Отчет о текущей работе исполнителей-наблюдателей. Давайте сразу перечислить, что у нас. В прошлом году исполнители-наблюдатели у нас были Добунов Игорь Владимирович, Польгуев Николай Валентинович, Яковлев Виктор Антеевич, Гончарук Александр Михайлович, Петеримова Лариса Ильинична. Опять чуть-чуть добавил. Можем указать, что эти дети с детства у меня в лагере воспитывались. Им ни разу не было отказано. Вот это важно. А другому дали справку. Вот посчитать, да, такая справка даже в тюрьму не примут. Это характеристика. Это характеристики указы. А справка просто, что... Сохранитель-наблюдатели. Исполнители-наблюдатели, у меня как старший, я поэтому скажу за всех. У нас Александра Михайловна заболела, но Господь дал ей вот силы, и она здесь с нами. Ну, то есть, она здесь с нами. Все, ничего не могу больше сказать. Она всегда, когда надо, подходит и говорит. И брата Николая Польгуева, но его нет. Так что, что мы можем? И когда он будет, и будет, и непонятно. То есть, то же самое, наверное, надо, чтобы... Лариса Петеримова, к сожалению, она никогда на собрании не остается, ничего не говорит. Ничего не могу сказать. Вот так. Ну, как бы, есть ее, и тоже как нет. с Александром Михайловым мы работаем. Не знаю, еще надо или нет, у нас община сократилась. Она раньше была под 100 человек, а теперь всего осталось там за 40, да? 43. Поэтому я думаю, что, ну, и достаточно у нас будет. Один брат, одна сестра. И хочу так сказать, ну, что исполнители-наблюдатели делают? Они наблюдают, и потом исполняют. Или исполняют, потом наблюдают. Не надо провоцировать исполнителей-наблюдателей на то, чтобы они что-то вам там в храме показывали. Какие-то вопросы есть по юбкам? Ну, этот, расстояние от пола 10 сантиметров должно быть. Братья с поясками, с поясками, с бородой, ну, у кого борода есть. Вот брат Нестор уже вырос. Тебе уже 18 же, да? 18 лет, у него борода уже. То есть он может отвечать, сам видно. Он уже член общины, все понятно. Вот поэтому, ну, что можно сказать? Замечания какие? Делаются мелкие замечания. У сестер бывает, они одевают какую-то на каблуках, когда вот грязь, немножко каблуки, и у них выше юбки. там, и поэтому делаются. Все, больше такого ничего нет. Братья у нас никто бород не стрижет. А если кто-то и постриг, батюшка за этим бедит. Поэтому и питьемья будет. Поэтому никто и питьемью, конечно, не хочет. Ну, и все. Слава Господу. Никаких замечаний, никаких советов мы не собирали по поводу антидисциплины какой-то. Все. Слава Христу, по закону, вот как написано. Никаких этих надписей никто не носит. За этим тоже все следим. Кто приезжают новые люди, записываем их в журнал. Заносим. Одеваем. Да, если вдруг что-то надо, одеваем. Но в этом году как-то не было такого. Своим. Сейчас у нас больше всего потеряете. Там много. И тем более, когда работа с интернетом, очень многие уже это знают. И когда, ну, то есть, проходит подготовка, и люди, которые приходят, но внешне они хотя соблюдают правила наши, устав. Устав 16 правил у нас. Все 16 правил исполняются всеми. Кто не исполняет, батюшки исповедь. Будете исполнять. Все. Ну вот, предложение избрать исполнительных наблюдателей в составе Дыбунов, Яковлев, Гончаров, Петеримов. Ну, то есть, Николай Валентинович опаковывает. Голосуем. Кто за? Спасибо. За. Так. И ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия у нас наблюдает за движением денежных потоков у нас в общине. Неужели не может уследить за нашим потоком? Нет. Денежные потоки. Большое как. Ну вот у нас церковная каста. Они изымают эти средства. Составляют И сейчас рублей сняли там или 5-6 тысяч сняли. Ох уж. Да. Ну вот у нас в ревизионной комиссии Гладыщук и у меня вот все повестка исчерпана. У меня вот такой вопрос скажите пожалуйста а у нас вообще есть в общине какие-то фонды? То есть вот у нас есть там касса какие-то фонды я вот помню над роботов там что-то собирали на болящих собирали то есть там какие-то были прям большие суммы у нас есть какие-то такие фонды потому что я вот про них не знаю скажите пожалуйста кто знает но у нас есть копейка я вообще предлагаю которая в храме висит она висит на храм написана добавить к ней фразу на милостыню потому что вот у нас например тот раз решили помочь семье которая переехала из другого государства мы и непонятно откуда взять у нас нет отдельной вот это на милостыню она практически всегда пустая мы из нее взяли по осени 150 рублей всего но туда никто не складывает и сейчас там я не знаю по-моему тоже 100 или 200 рублей лежат они даже мы их не берем то есть это предлагаю на ту копилку добавить фразу на милостыню чтобы когда кому-то оказать помощь требуется бывают такие ситуации это это наличка а что у нас по безналу где-то кто-то на карте что-то да у нас есть на болящих то есть когда в 17-м году Настя болела на нее собирали средства она умерла в 18-м году и эти средства остались собирали на карту Калини Загуляева они у нее так и есть то есть остаток этих средств который потом переименовался вообще на болящих он действительно на болящих не тратился то есть они у нее вот этот фонд только и вот эта копилка других у нас нету ну я я предлагаю раз Галина Загуляева сейчас переехала в другой регион деньги средства я считаю должны быть у кого-то из представителей нашей общины которая находится в Барнаугле почему вы вопрос не поднимали когда вы знали что они я не знала они предупреждались что мы уезжаем я не знала батюшка сразу решили эти вопросы и все как-то батюшка я не знала ну ты не знала другие это знали ну я знала ну знали что не сказала я Гаре сказала как это браты а сейчас начинаем вот Игнать Тихонов ей разрешил Игнать Тихонов держать у себя я к Гаре обращалась чтобы передали в общину газночей ну я почему тогда не поставили вопрос чтобы они передали кому-то и все у нее на карте она может это перевести одной минутой ну пока здесь то на месте я по этому вопрос задаю почему когда было здесь она объявляла что выезжает сразу Гаря у тебя давай переведи на карту кому-то все кому-то почему Гаря когда уезжала не понимая ситуацию ну вот в данный момент мы должны позвонить и поговорить я предлагаю назначить ответственной Гладущук Елену Александровну чтобы эти средства хранились у нее и как члена ревизионной комиссии во-первых аудит провести потому что у нас даже касса мы снимаем эти средства и комиссионно считаем и составляем ах собирали никто не знает сколько там или что там ну вот и надо вот и надо понять потому что сейчас у нас вот по льву с детством большие нужны вот а там деньги лежат их можно на болящих сейчас вот необходимость такая есть вот ну ну вы слышите кажется собранием а тогда же говорили на эти деньги вам обращение вы не слышите это другие у Гали Загуляева есть фонд на болящих она уехала и никому тут не передала как бы такое сказала Надя что ну когда надо будет я вам там буду сбрасывать Марина предлагает чтобы это все было на счету у Лены Гладыщук как члена ревизионной комиссии вот так что у нас здесь под боком а Гали это ревизионная комиссия должна ревизовать других а не саму себя и к вам обращаются потому что этот фонд шел через вас Гали а нас ей собирали через интернет ну ладно не надо много здесь надо что-то возьмите позвоните поговорите с ней чтобы что-то должен вы старших делать и вы Иринатий Тихонович не выжить вы благословляете что чтобы средства которые были собраны на болящих хранились здесь у нас конечно оно так и должно быть а как это бывает что срочно надо не то что там где-то собираешь срочно случилось там что-то человек даже не только что на болящих ты попал человек в беду ты пришел и завтра у тебя ничего дома нет может быть сгорело все и на это надо будет поэтому кто-то возьмите позвоните поговорите я об этом не знал если бы я знал я бы как-то думал а то я даже не знал что там что-то есть или кто меня в это не ставили меня в известность ставь одно слово скажи только для болящих которые только для болящих только показать потому что там другое есть то что мы отдавали оно не потребуется это не касается это не касается ну что все ко мне какие вопросы я ничего не докладываю какие вопросы пожелания чувак какие есть живите батюшка еще 80 лет нет не надо не надо сколько отпущено понятно я неделю пожил постахой который 101 год я говорю нет не надо до таких до 100 лет не надо нет другие что по службе что-то там не слышно или непонятно или что-то там еще значит следующее будет через неделю значит там будет 10-11 9-10 9-10 9-10 9-10 9 суббота будет 10 вот так ну и что еще община уменьшилась в 2,5 раза от кого зависит от нас от Бога я сказал что сколько было первый год 99 человек сейчас сколько говоришь 43 считай во сколько раз меньше кто-то уехали кто-то умерли сколько человек батюшка не в этом только дело перестал вести занятия в университете главная причина потому что поток оттуда был а больше трудиться никто ни одного человека не приводит что тут не говорит это касается первой очереди тех кто должен за этим заботиться нет проповеди все кончилось а сегодня в университете даже то что ходили уже так не будет такого потока потому что люди присоединятся они в сердце подходят там отказали всем кто-то стал вести другую там работу всем вывели для одного за меня губернатор в Москве ходатайсал все бесполезно ничего нельзя перейти компьютер открыл и там все все и компьютер одно и другое совсем уже молодежь которая уже выросла это было вам там 20 лет назад в начале 30 лет назад было но это новое поколение совсем новое поколение оно выросло на сникерсах на где только одно не то что даже учиться проучился три года там в институте что а нет скорее надо деньги зарабатывать деньги зарабатывать деньги зарабатывать а сейчас ищут там вместо штанов за это же время у баптистов у других стектантов увеличилось количество в несколько раз а православие которое поистину храмы закрыты построили даже отоплять нечем а почему проповеди нет нет живой проповеди а если говорится оно говорится от мертвого как слышится сейчас у нас один учится в 4 курсе семинарии и говорит какая причина то и делай сравнение как он сейчас пержин король проповедников англиканская церковь я говорит уже все знаю но я считаю меня буквально выйти и скорее людям говорить о христе время последнее наши проповеди которые печатают даже берешь они говорят правильно все но никого не трогают вот и все и он креститель так не учил зависит это от того что мы не идем на проповедь все на этом интернет что-то начиналось вот оно Сергей Павлович там три человека а сегодня у нас насчитывается несколько тысяч человек и крестил только батюшка ну по 18 человек было а теперь меньше и меньше почему там стали работать и только в одной Казани уже 10 взрослых крестили которые были моченые которые больше 20 статьи поехали на Афон это работа идет в интернете идет такая работа которой здесь у нас никогда не было потому что каждый поступающий дает расписку полностью соблюдая устав сегодня ночью пришел один мне почти каждый день идет на днях одна узбечка вы для меня духовный отец узбечка мусульманка пришла другие целыми семействами я другой раз говорю нарожала не знаю где слово Божие звучит по интернету почти каждый день обращаются люди при том разные страны даже считаешь когда мы все время слышали искали теперь к интернету не прикасаемся берем только то что у вас есть с целыми семьями а мы говорим не знаем мне знать надо вера от слышания от слышания от слова Божия и как отец они будут посланы от слова Божия 10-17 римлян я не знаю как это ты только не поминай нигде Зеленского подумай что за тебя другого государства так я бы маленький вопрос задал сегодня мог задать молить по утреннюю богородице все помните избавиться от чего уныние забвение неразумие нерадение всего 4 момента и они в связке идут уныние и все говорят что сказал там дарапей то другое а вы как скажете у меня самые простые ответы но их почему-то на первое место выносят уныние плохо сделали работы плохо молился плохо дома заботился о родителях об умерших плохо и уныние нападать я ничего не могу ты даже не знаешь как это может делать молитва испытайте эту радость молитвы у нас тут ни одной проповеди я еще не слышал священники что говорили с таким огнем о рождении свыше и о крещении духом святым вот в воде вроде кисточкой помажут не об этом апостолы говорили тогда не было этих кисточек а почему да потому что дух святой и преобразовался человек в другого надо помнить об этом крещение это погружение благодать духа святого крещение полное а было ли это я разговариваю со священниками даже не слышал об этом и при том самообман идет вот я зашел этот Арманда магазин там итальянские товары то другое священник набрал там а там отдельный отдел там гост там ну все такое хорошее я говорю батюшка а как вы служите на каком языке ну на том который все служат ну какой церковнославянский так люди-то не понимают Петр Мещеринов игумен на весь мир известный и он говорит у нас 85 процентов пустота в церкви-то люди верующие которые не понимают а которые не верующие вообще не знают забежала где-то свечку поставила побежала дальше что нужно делать разъяснять а мы с женой дома разговариваем по церковнославянски я говорю так и разговариваете ну да а у него охапка такая уже товар я говорю давай я тебе предложение одно скажу два там переведешь переведу я пришел в магазин Армандо купить необходимые вещи а как вещи это ты знаешь и дальше но не заметил что здесь три ступеньки идут вниз ступеньки я не знаю как ступеньки он поплыл уже я говорю шнурок развязался я наступил на него он все уже не может переводить я и упал и упрямый поповский нос разбил отцементный пол и потекли сопли с кровью переводи и не обманывая никого я только что сейчас я говорю здесь был вот она кровьющая лежит переведи а я другой немец там вот все же кажется был немец а разговариваешь как ну я из России я уже полностью знаю я говорю переведи ястреб поймал суслик а коршун отнял ястреб а как я говорю гаер а коршун гургабихт я не был ни одного дня так чтобы учиться там самостоятельно не знаешь и скажи языка который чтобы общение 300 слов достаточно а их находится там по 17 тысяч а национальности сегодня 7 тысяч умножай если Бог даст я скажу проповедь о гортане языке в следующий раз надо гореть духом о чем говорил пророк Иеремия я удерживался но внутри меня был развит как богов в костях моих и я не мог об этом говорится а здесь когда в последний раз проповедовал мы идем из Софийского собора в Киеве я с мященника спросил батюшка а сколько лет служить он говорит 51 год 51 год я говорю а о чем сегодня читали понятия не имею так вы же читали это наше православное достижение порастеряли людей просидели по кельям 2 миллиарда мусульман под богом они все могли быть православными Игнать Игнать позавчера разговаривал с протестантом знакомый у меня он там электричество у меня делает и так далее за 8 лет там живая церковь они эти которые разговаривают это 50 за 8 лет говорит 600 человек сократилось до 40 я говорю было 600 стало сейчас 40 человек а куда они делись он говорит в основном ушли в мир люди ну кто-то говорит перешел там какие-то есть другие юрисдикции а так говорит все дети как у вас в мир уходят так что вы не думаете что мы насчитывается сегодня вообще разное там и старообряд и все 250 миллионов еретиков сегодня 850 миллионов вот и все так же как мы общие число у одних меньше но другие которые показывают до горизонта стоят люди и там только мигает говорит до горизонта не видеть сколько людей слушают где южные страны там 850 так они пришли в 16 веке только мы виноваты православные доколе мы не поймем что мы никакие у нас ничего не изменится как и для каждого что первая ступенька признать что ты сегодня умираешь идешь в ад а я ходил свечи ставил там не свечи надо жить в духе святом потому что 8-9 мы считаем кримлин прямо говорит то духа христова не имеет тот и не его не его да я же причащался не его ты хоть раз поставил вопрос в духе ты живешь или нет а если этого нет а как я узнаю подними руки сегодня было без гнева и сомнений считать почему первую сейчас затоуст считал батюшка почему не сказал об этом или это впереди было или куда павел говорит желаю чтобы мужи поднимали руки во всяком месте без гнева и сомнения оказывается и женщины поднимали когда у нас поднимали руки когда вот которые бывают здесь тогда с ними еще можно договориться во всяком месте ну уж конечно и в храме и первые христиане а дальше когда без гнева и сомнения не понимаешь руки гнев на кого-то не прощел это и сомнения а нужно ли это а надо ли это писание говорит библия ибо по ней будет бог судить 1248 евангелетяна слово которое я говорил оно будет судить нас в последний день оно неведкий завет болящих а болящих брать вы же сумкой вышли ты едешь болящие все те же самые что надо молиться то давайте они сразу уехали у Елены прошла первый курс химии дома находится сейчас через три недели у нее вторая химия у Елены вороваш химия была первая химиотерапия на занятиях оставайтесь занятия сделаем проведем надежда Васильевна уже готова ты остаешься на занятиях успеешь полчаса занятия у нас все идет ну все заканчивается давайте молимся доставя я себя по истину блажить и тетя благородицу преснов о жену и пренепорочную и матерь Бога нашему честнейшую херувим и славнейшую без сомнения серафим без истрения Бога Слова хорошую сущую благородицу Тя величай мечтай Господи защити родину нашу от нашестия наплеменников от трудной распри от беззакония который втайне останови делающие зло просвети правителей страны нашей что принимали мудрые законы и всех начальствующих так же просвети и защити людей не познавших тебя обрати к истине чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца священники которые не служат тебе как должно пусть покаятся небрежение своем и проповедуют инославным об Иисусе Христе Господи праведную суды над Россией за то что оставили тебя и слово твое изреченное святой Библии прости нас Господи владыка жизни что сокрыли имя Твое Бог и Егова Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия а в отче Господи научи на семикратный день прославлять тебя за суды правды Твоей Тебе хвала слава честь и поклонение Пресвятая Троица Отец Сын и Святой Дух Аминь Господи прими нашу молитву воздяяния рук как жертву вечернюю благоухание приятной перед Пресолом благодати Твоей Божьей и соедини наши молитвы с молитвой всех святых молясь стекли на небе на земле Ты Бог сотворивший этот мир и сохраняющий его как зиждитель Ты Господь знающий все прежде бытия услыши Божие исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам любящий наш Отец Небесный ради голговских страданий пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас греши прими исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них спаси их и помилуй и мы взываем о незаповедавших которым возвестили слово истины но они все еще не примирились с Тобой через истинное покаяние коснись их сердец дай им понять что за гробом нет покаяния приемлемого Тобою Тебе Боже хвала от славы с честь и поклонения Отец Сын и Святой Дух Аминь Аминь Говори Господи Владыка слушают и дослышат рабы голос Твой Аминь Бога Слава